здравствуйте добро пожаловать на мой канал в этом видео я покажу вам как связать такое интересное украшение к новому году и рождество ажурный шар диаметром около 25 сантиметров который можно использовать сам по себе а можно внутрь поставить небольшую электрическую свечку и вечером это будет очень интересно и эффектно смотреться вот так я буду вязать используя вот такие нитки они сделаны в турции и размер в 50 граммах 282 метра это мерсеризированный хлопок но конечно любые другие нитки похожего размера подойдут и мой крючок 1 95 миллиметра но можно использовать крючок от полутора до двух миллиметров это сфера состоит из двух частей которые абсолютно одинаковые и соединяются при вязании последнего ряда 2 полусферы начнем вязать отсюда со скользящей петли которую можно заменить на цепочку из 8 воздушных петелек замкнутую в кольцо и в это кольцо свяжем 10 пышных столбиков каждый пышный столбик состоит из трех столбиков с двумя накидами и между ними 15 воздушных петелек я делаю скользящую петлю таким образом обматываю пальчики два раза крест на подхватываю крючком вторую нитку вытягиваю наперед делаю первую петельку мне нравится начинать и скользящие петли поскольку получается очень аккуратное начало ряда и так теперь мы вяжем столбики с двумя накидами обычно вместо столбика с двумя накидами мы делаем 4 воздушные петельки но в данном случае мы сделаем только три поскольку этот первый столбик будут будет частью пышного столбика и так теперь делаем 2 накида вводим крючок скользящую петлю протягиваем крючок один раз два раза не протягиваем последний раз делаем два накида вводим крючок протягиваем крючок два раза каждый раз через две ниточки получилось три незаконченных столбика с двумя накидами и теперь протягиваем крючок через все эти столбики через все эти ниточки и вот получился пышный столбик теперь нам нужно сделать 15 воздушных петелек первую петельку сделаем очень плотно чтобы у нас образовался хорошо оформленный уголок вот это вот ступышного столбика и теперь продолжаю 2 воздушная петелька 3 4 5 1 2 3 4 5 и 1 2 3 4 5 15 воздушных петелька продолжаю вязать скользящую петлю делаем второй столбик и так два накида вводим крючок вытягиваем наперед один раз протянули крючок сквозь две нитки второй раз треть не протягиваем пока делаем 0 2 накида еще раз раз два не заканчиваем этот столбик и еще раз два накида крючок вводим протягиваем один раз второй раз и теперь когда у нас четыре ниточки на крючке протягиваем крючок сквозь все 4 ниточки 2 пышный столбик делаем 15 воздушных петелек 1 очень плотно и зайца 2 3 4 5 еще 10 раз 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 воздушных петелек делаем третий столбик 2 накида 1 2 незаконченный столбик с 2 2 незаконченный столбик с двумя накидами 3 незаконченный столбик протягиваем крючок сквозь 4 ниточки на крючке делаем первую очень плотную петельку и далее продолжаем делаем еще 14 воздушных петелек и так продолжайте пожалуйста работать пока у вас не получится 10 столбиков пышных столбиков с 15 воздушными петельками между ними и в конце ряда сделаете соединительный столбик в верхушку вот этого первого пышного столбика затем я покажу как продолжить и вот я связала 15 пышных столбиков делаю соединительный столбик верхушку первого пышного столбика вот так протягивая крючок и вот так у нас выглядит первый ряд перед тем как продолжить работу давайте уберем вот эту ниточку которая у нас была частью скользящей петли пройдемся иголкой в которую конец этой нитки вставлен по изнаночной стороне работы по крайней мере в двух разных направлениях чтобы хорошо закрепить кончик нитки потом можно кончик отрезать во втором ряду мы обвяжем образовавшиеся цепочки из 15 воздушных петелек столбиками без накида мы свяжем сначала 8 столбиков затем 3 воздушные петельки и 8 столбиков еще раз и затем сразу перейдем к следующей цепочки из 15 воздушных петелек и так начинаем вязать столбики без накида 1 столбик вяжем прямо без петельки подъема 1 столбик 2 3 обвязываем плотненько 4 5 6 7 8 8 столбиков теперь 3 воздушные петельки и 8 столбиков с другой стороны 1 столбик 2 3 4 5 6 7 8 связали 16 столбиков с тремя воздушными петельками между ними и теперь сразу переходим к другой цепочке ничего страшного если у вас немножечко здесь осталось не обвязанной цепочки поскольку здесь все будет очень близко друг другу это будет все незаметно и нам не нужно здесь лишних столбиков поэтому начинаем вязать с другой стороны первый столбик 2 3 4 5 6 7 8 3 воздушные петельки и и вновь восемь раз два три четыре раза связали столбики 5 5 6 7 8 пока связано мало трудно держаться и продолжаем таким образом обвязывать все оставшиеся 8 цепочек из 15 воздушных петельки вот так выглядит законченный второй ряд в третьем ряду мы будем работать вот в эти цепочки из 3 воздушных петелек что мы только что связали но вначале нам нужно туда добраться поскольку мы находимся вот здесь и мы это сделаем соединительными столбиками мы сделаем 8 соединительных столбиков по столбику в каждой из столбиков без накида и 1 соединительный столбик цепочку из 3 воздушных петелек затем мы свяжем комбинацию из двух столбиков с накидом 2 воздушных петель и 2 столбиков с накидом которые у нас далее будет повторяться в нескольких рядах и между этими группами мы свяжем 7 воздушных петелек и затем сразу перейдем к следующей цепочке из трех воздушных петель в которую свяжем 2 столбика с накидом 2 воздушные петли 2 столбика с накидом и так начинаем вязать с 1 столбика без накида предыдущего ряда вводим крючок в этот первый столбик вытягиваем ниточку протягиваем сквозь нитку на крючке второй столбик соединительный либо петелька соединительных по-разному называют 3 таким образом вяжем в каждый столбик без накида 4 5 6 7 и 8 мы обвязали столбики без накида теперь нам нужно связать соединительный столбик вот в эту цепочку чтобы паре в ней оказаться под не оказаться 9 столбик начинаем с 9 столбиков а теперь 3 воздушные петельки вместо 1 столбика с накидом второй столбик с накидом 2 2 воздушные петли еще 2 столбика с накидом под эту же цепочку вот мы связали первую из этих групп которые будем затем часто повторять теперь 7 воздушных петелек 3 4 5 6 7 и переходим к следующей цепочки из 3 воздушных петелек вяжем столбик с накидом еще один столбик с накидом 2 воздушные петли и еще два столбика с накидом 1 2 делаем 7 воздушных петель и вяжем следующую комбинацию под следующую цепочку из 3 1 столбик с накидом 2 2 воздушные петельки 2 столбика с накидом далее 7 воздушных петель и к таким образом продолжайте работу по кругу в конце ряда после последней цепочки из 7 воздушных петелек сделайте соединительный столбик вот сюда в третью воздушную петельку подъема и вот я почти закончила этот ряд связала 7 воздушных петель делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю и этот ряд готов и так мы закончили вот этот ряд и в следующих нескольких рядах мы будем вязать подобные группы из двух столбиков с накидом 2 воздушных петелек 2 столбиков с накидом а между ними цепочки из воздушных петелек и в четвертом ряду мы свяжем столбик без накида в серединку вот этой цепочки из 7 воздушных петель а затем перейдем на вязание таких галочек и так в четвертом ряду две воздушные петельки вот этой группы мы свяжем такую же группу затем 4 воздушные петли столбик без накида 4 воздушные петли мы будем начинать каждый ряд с двух соединительных столбиков 1 соединительный столбик во второй столбик с накидом и следующий соединительный столбик под цепочку и затем будем вязать 3 воздушные петельки вместо первого столбика с накидом еще один столбик с накидом 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом теперь 4 воздушные петельки столбик без накида в серединку этой цепочки вот она раз два три 4 4 воздушная петелька вяжем сюда столбик без накида можно конечно связать под цепочку на так узор получается более четким и еще 4 воздушные петельки теперь вяжем такую же группу под цепочку из двух воздушных петелек 2 столбика с накидом 2 воздушные петельки 2 столбика с накидом 4 воздушные петли считаем воздушные петельки в четвертую в среднюю 7 делаем столбик без накида и 4 воздушные петельки еще одна такая же группа 2 столбика с накидом 2 воздушные петли 2 столбика с накидом 4 воздушные петли столбик без накида 1 2 3 4 4 воздушные петли и так далее продолжайте пожалуйста по рисунку в конце как всегда сделаете соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема пятый ряд который начинается вот здесь с 3 группы будет очень похож на 4 мы также сделаем 4 воздушные петли но вот здесь вместо столбика без накида столбик без накида предыдущего ряда мы сделаем галочку которая состоит из столбика с накидом 1 воздушные петельки и столбика с накидом вновь начнем с двух соединительных столбиков 1 2 столбика 3 воздушных петелек и столбика с накидом сделаем 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом вот так теперь 4 воздушные петельки как и в предыдущем ряду и теперь в столбик без накида делаем столбик с накидом одну воздушную петельку еще один столбик с накидом туда же 4 воздушные петли теперь под цепочку из 2 воздушных петелек вновь вяжем группу из двух столбиков без накида с накидом прошу прощения 2 воздушных петелек и 2 столбиков с накидом 4 воздушные петельки делаем и галочку столбик без накида 1 столбик с накидом 1 воздушная петелька 1 столбик с накидом 4 воздушные петли и продолжайте пожалуйста вязать по рисунку в конце ряда столбик соединительный в третью воздушную петельку подъема 6 ряд очень похож на 5 ряд но вместо 4 воздушных петелек мы будем вязать 5 и затем галочку будем делать в воздушную петельку галочки предыдущего ряда и так 2 соединительные петельки или столбика 2 столбика с накидом 1 из них это 3 воздушные петли 2 воздушные петельки 2 столбика с накидом теперь 5 воздушных петель и делаем галочку в столбик с накидом воздушная петелька столбик с накидом вот так 5 воздушных петель и к обычная группа из двух столбиков с накидом 2 воздушных петель и к 2 столбика с накидом 5 воздушных петель и к галочку в галочку 5 воздушных петель и к и продолжаем вязать этот рисунок до конца ряда в седьмом ряду вязание продолжаем немного расширять на этот раз увеличивая количество воздушных петель и к между столбиками вот здесь между двумя и двумя столбиками с накидом вяжем 3 воздушные петельки вместо 2 а в галочки 2 воздушные петельки вместо 1 а здесь продолжаем вязать 5 воздушных петель и как всегда начинаем с двух соединительных петелек затем делаем 2 столбика с накидом 1 2 и теперь 3 воздушные петельки вместо 2 и еще 2 столбика с накидом 1 2 5 воздушных петель и как и в предыдущем ряду и в галочку вяжем столбик с накидом 2 воздушные петельки вместо 1 столбик с накидом 5 воздушных петель в 2 воздушные петельки 2 столбика с накидом 3 воздушные петельки вместо обычных 2 2 столбика с накидом 5 воздушных петелек и 2 воздушных петель и продолжаем работать по этому рисунку в восьмом ряду мы вот эту обычную нашу группу расширим и между двумя и двумя столбиками с накидом свежим 4 воздушные петельки а здесь будем продолжать вязать 5 воздушных петелек столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом 5 воздушных петелек в начале 2 соединительных столбика затем 3 воздушные петли столбик с накидом 4 воздушные петельки 2 столбика с накидом 5 воздушных петель в эту цепочку из 2 воздушных петелек вяжем столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом затем 5 воздушных петелек и под цепочку из 3 воздушных петелек мы свяжем 2 столбика с накидом 4 воздушные петли 2 столбика с накидом затем 5 воздушных петелек затем столбик с накидом 2 воздушные петли столбик с накидом 5 воздушных петелек продолжайте пожалуйста вязать этот рисунок переходим к девятому ряду где по цепочку из 4 воздушных петелек свяжем 10 столбиков с накидом а между ними 4 воздушные петельки столбик без накида в цепочку из 2 воздушных петелек 4 воздушные петельки как всегда в начале 2 соединительных столбика 1 2 3 воздушные петельки нам заменят первый столбик с накидом и далее вяжем столбики с накидом 2 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 10 10 столбиков 4 воздушные петельки делаем столбик без накида вот сюда между столбиками с накидом 4 воздушные петельки переходим к следующей цепочки из 4 воздушных петель и делаем столбики с накидом 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 воздушные петли столбик без накида в галочку 4 воздушные петли и продолжается рисунку в десятом ряду продолжим вязать столбики с накидом 10 столбиков но между ними будет 1 воздушная петелька и затем свяжем 2 воздушные петли столбик без накида в столбик без накида и 2 воздушные петли в конце предыдущего ряда мы сделали соединительный столбик третью воздушную петельку теперь нам уже больше не нужно делать соединительных столбиков начинаем с 3 воздушных петель вместо первого столбика с накидом и затем одну воздушную петельку для разделения и продолжаем вязать столбик столбик воздушная петелька столбик столбик воздушная петелька столбик столбик воздушная петелька так вяжем все 10 столбиков с воздушной петелька между этими столбиками столбик с накидом воздушная петелька столбик с накидом воздушная петелька вот 10 столбиков теперь 2 воздушные петли столбик без накида столбик без накида 2 воздушные петли и переходим к следующей группе вяжем 10 столбиков не забываем делать воздушную петлю между ними рисунок таким образом расширяется шестой столбик седьмой восьмой и 10 2 воздушные петельки столбик без накида в столбик 2 воздушные петельки вот так выглядит начало этого ряда переходим к 11 ряду где продолжим вязать столбик с накидом в каждой из 10 столбиков с накидом между ними будут 2 воздушные петельки а между группами этих столбиков ничего не будет то есть после последнего столбика с накидом этой группы сразу переходим к первому столбику с накидом следующий я закончила предыдущий ряд соединительным столбиком в третью воздушную петельку подъема с тем чтобы у нас здесь осталась одна петелька для разделения столбиков начинаем следующий ряд 3 воздушных петелек и 2 петель для разделения и теперь вяжем столбик в столбик 2 воздушные петли столбик в столбик 2 воздушные петли и так вяжем все 10 столбиков получается такой расширяющийся веерок так вот я связала 6 7 2 воздушные петельки 8 9 10 и вот здесь мы будем не просто переходить одного столбика к другому мы их свяжем вместе то есть вводим крючок в последний 10 столбик начинаем провязывать столбик с накидом не заканчиваем и затем вводим крючок в 1 из 10 столбиков следующей группы начинаем его провязывать и теперь заканчиваем все это вместе и теперь продолжаем работать над этой группой с 10 столбиков 2 воздушные петельки столбик с накидом 2 воздушные петельки столбик с накидом я связала 4 считает от 1 который мы связали вместе с последним 5 шесть шесть восемь девять и десятый вновь начинаем не заканчиваем начинаем первый столбик из следующей группы и затем провязываем все три ниточки на крючке вместе продолжаем работать над следующими столбиками с накидом в конце ряда сделайте две воздушные петли начните последний столбик с накидом и затем сделайте соединительный столбик в третью воздушную петельку подъема и провяжите все вместе вот так в двенадцатом ряду мы будем вязать пышные столбики подобные тем которые мы вязали в самом начале работы и над каждой группой из десяти столбиков с накидом мы свяжем по 4 таких столбика а между ними 4 воздушные петельки столбик без накида 4 воздушные петельки 1 пышный столбик мы будем вязать под вторую цепочку из 2 воздушных петель поэтому сначала нам нужно туда добраться и мы это будем делать соединительными столбиками вяжем 1 соединительный столбик в первую воздушную петельку этой цепочки 2 соединительный столбик во вторую 3 соединительный столбик столбик с накидом и теперь делаем соединительный столбик под цепочку и вот теперь когда мы находимся под этой цепочкой мы будем начинать вязать пышные столбики в начале 3 воздушные петельки обычно у нас 4 воздушные петельки заменяют столбик с двумя накидами которые мы будем использовать но в данном случае это часть пышного столбика поэтому 3 делаем 2 накида вводим крючок под цепочку провязываем 1 2 раза не довязываем 2 накида вводим крючок протягиваем крючок через 2 ниточки один раз второй раз у нас получилось 3 столбика с двумя накидами мы их провязываем вместе теперь нам нужно сделать 4 воздушные петельки как всегда с пышными столбиками 1 должна быть очень плотная и затем еще три и делаем столбик без накида в следующую цепочку из 2 воздушных петелек вновь 4 воздушные петельки и начинаем вязать следующий пышный столбик под следующую цепочку 2 накида не довязанный столбик 2 накида не довязанный столбик 3 столбика провязываем все вместе делаем 4 воздушные петельки столбик без накида под следующую цепочку вновь 4 воздушные петли начинаем следующий пышный столбик вяжем его под следующую цепочку 1 2 2 накида следующий недовязанный столбик 2 накида еще один недовязанный столбик 3 заканчиваем их вместе делаем 4 воздушные петельки столбик без накида под следующую цепочку 4 воздушные петельки делаем пышный столбик под следующую цепочку из 2 воздушных петель 1 незаконченный столбик 2 3 заканчиваем столбик вместе и таким образом мы связали 4 пышных столбика начали мы связали 1 столбик под вторую цепочку с этой стороны и закончили мы пышным столбиком под вторую цепочку с этой стороны поэтому эту цепочку мы пропускаем эту цепочку следующую мы тоже пропускаем и начинаем делать следующий пышный столбик под следующую цепочку из 2 то есть вторую цепочку из 2 воздушных петелек в этой группе начинаем незаконченный столбик с двумя накидами еще один еще один провязываем все вместе делаем 4 воздушные петельки столбик без накида под следующую цепочку 4 воздушные петельки и так далее продолжите пожалуйста этот ряд провязывая по 4 пышных столбика над каждой группой из 10 столбиков с накидом в конце ряда делаем соединительный столбик в самый первый пышный столбик этого ряда в его верхушку вот так 13 ряд очень простой и вяжется очень быстро в верхушку каждого пышного столбика мы будем делать столбик без накида а между ними 7 воздушных петель столбик без накида 7 воздушных петелек там где у нас два столбика встречаются мы сделаем столбик без накида между ними и опять же 7 воздушных петелек вместо первого столбика без накида делаем воздушную петельку еще 7 1 2 3 4 5 6 7 теперь столбик без накида в верхушку пышного столбика 7 воздушных петель 3 4 5 6 7 столбик без накида в верхушку 7 воздушных петелек 4 5 6 7 здесь у нас два столбика связаны вместе поэтому мы между ними стяжем столбик без накида и 7 воздушных петелек столбик без накида 7 воздушных 4 5 6 7 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 и вновь здесь у нас два столбика связанные вместе свяжем столбик без накида между ними и так далее продолжайте пожалуйста в конце ряда делаем соединительный столбик в первую воздушную петельку которая у нас заменяла столбик без накида и приступаем к вязанию последнего 14 ряда 1 половинки где под каждую цепочку из 7 воздушных петелек мы будем делать 7 столбиков без накида и в каждый столбик без накида соединительный столбик 7 столбиков без накида соединительный столбик начинаем вязание сразу со столбиков без накида делаем столбик 1 2 3 4 5 6 7 столбик соединительный столбик соединительный столбик без накида в столбик без накида и продолжайте пожалуйста так обвязывать каждую цепочку после того как вы закончили вязание первой половинки шара свяжите вторую точно такой же только без последнего 14 ряда я тоже это сделал я не буду показывать как это вязать можете перемотать видео или просто вязать по рисунку и когда вы свяжете 13 рядов второй половинки я покажу как присоединять первую во время вязания последнего 14 ряда второй половинки и сейчас когда полностью закончена первая половинка шары почти закончена вторая все кроме последнего ряда мы можем их начинать соединять чтобы соединить две половинки мы вначале сделаем 7 столбиков без накида соединительный столбик а затем три столбика без накида сделаем вот это соединение здесь еще три столбика без накида а дальше продолжим по рисунку соединительный столбик 7 столбиков без накида еще 7 столбиков без накида и так далее таким образом у нас получится довольно большие отверстия по странам которые нам нужны чтобы вставить внутрь небольшую электрическую свечку начинаем 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 делаем соединительный столбик и последующую цепочку три столбика без накида сейчас мы находимся приблизительно в серединки между двумя и двумя пышными столбиками находим соответствующее место на другой половинке вот между двумя и двумя находим среднюю средний столбик без накида который мы сделали здесь 7 вводим туда крючок подхватываем ниточку вытягиваем наперед и делаем еще три столбика без накида 1 2 3 вот первое соединение мы сделали теперь столбик соединительный и два раза по 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 соединительный столбик еще 7 столбик 1 2 3 4 5 6 7 соединительный столбик и три столбика 1 2 3 вновь мы находимся между двумя и двумя пышными столбиками здесь также пропускаем 7 и 7 столбиков находим средний из столбиков следующей группы вводим крючок вытягиваем ниточку наперед делаем 3 столбика без накида и затем соединительный столбик 2 группы по 7 столбиков без накида и так далее вот таким образом мы делаем соединение продолжайте пожалуйста до конца ряда и до вязание закончена осталось теперь придать форму нашему шару для этого используем крахмал или белый клей что хотите если вы не уверены как это делать у меня на канале есть видео и вы сейчас видите ссылочку на это видео на своем экране посмотрите пожалуйста а затем нужно ставить круглый желательно светлого цвета шарик внутри сферы используя одно из боковых отверстий надуть его и оставить шарик сушиться приблизительно на 24 часа вместо завязывания шар я обычно использую клипы таким образом если шарик вдруг сдуется будет легко поправить ситуацию также можно переиспользовать шарики таким образом на этом сегодня все надеюсь вам понравилось видео и шар который мы вместе связали если так то пожалуйста нажмите на кнопочку лайк и если хотите быть в курсе новых проектов на канале подписывайтесь и нажимайте на кнопку колокольчика спасибо за просмотр этого видео до следующего раза до свидания